МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Суворовым ХРН, как говорится, пох-кап. Я понимаю, что, скажем, осторожность вокруг моей персоны. Нужно ли нам такой мэр? Первая женщина, вторая иностранница. Ты говоришь о том, что ты делаешь, о том, что ты делаешь, о том, что ты делаешь. Мне очень сложно сказать, когда меня считают иностранник. Вы делаете мне и вы делаете, что ты делаешь? Что ты делаешь с миллионами лет назад? Парунардак, Хранцвейн, Руссерен, это будет специфика. Я говорю, что у меня есть лицо, что у меня есть лицо? Что это? Это классная, это классная. Это прямо-прямо классная. Я думаю... Вот это вот такое рестаарное и рестаарное место. Я рестаарное место в центре. Я так лично просто покажу, что я вам пущу, а вот я, я думаю, что-то не так. Но я почему-то делаю. А вот я тут, верно. Бари-галусто. Сирофф. Херминестепаневам. Бари-галусто. Бари-галусто. Им рестаарный, который был в центре, где-то в центре. Я хочу показать, что вы получаете, а также, в общем-то, я не знаю, что это не так. Наталья Ротенберг Галина! Здравствуйте! 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 Я и Армина! Очень приятно! Добро пожаловать! Спасибо за приглашение! Вначале нужно обязательно поблагодарить за приглашение, но для меня я хочу сказать, что это будет первый такой опыт первый опыт именно такого формата. Надеюсь, у нас все получится и пройдет очень все красиво и вкусно. Поэтому я жду с нетерпением этот опыт, этот процесс и... Та-дам! Очень подходит к вашему сегодня луку, к вашему наряду. Как раз тот оттенок розового-коричневого как раз он все прямо так, как нужно. Да, я не знаю, но ты не использовал. И ты использовался, что есть не смешно. Я скажу, что я об этом не буду создавать, что придется? Очень красиво! Очень красиво! Очень красиво! Найс, ну можно так посидеть, потому что он очень подходит вашему коричневому розоватому стилю. Но я не знаю, сегодня, когда вы пришли с вашей бизнесом, когда вы говорите о Маштоте Погутаеве, вы узнаете, какой адрес? Маштот 43, это на Маштоте. Маштоте 43. а мы с ним три рАСЦЕВУЕМ, кАРОЛУГОЕК НАТАЛИЯ РОТЕНБЕРГИ КРАНУТИТЬ ЗЕРК БЕРЕЛЬСКОВАЛИ АКСЕЗУАРНЫЕР НА КРАТЕЗВАТ ГЛХИ ХАМАРЬ, я с этим не помню, но я немножко не помогал, но я не могу, но это не было, я не могу, что это не мог, но я не мог бы это сделать, а что-то здесь? Наши сандра, это не было. Возвращение, что у нас есть в районе обороны грузии, она обороны, что у нас есть в мире, что у нас есть в мире, 11 лет, когда она обороны, В общем, это не та страна, как я увидела, которая готова с головными уборами, это дежвардепг, как говорится. Это не та страна, как я увидела, которая готова носить головные уборы, хотя, вот видите, даже вы имеете в своем гардеробе головной убор, и поэтому многие, кстати, женщины, например, таких интеллигентных профессий, например, врачи, педагоги, музыкальные работники, то есть женщины именно таких вот культурных профессий, телевидение, то есть фэшн, предположим, дизайн, они используют в гардеробе Гэлхарк, головной убор, что, в принципе, это очень классно, здорово, это необычно, это тебя выделяет, ты становишься уникальной, особенной, то есть, в принципе, это тот головной убор вообще является тоже как аксессуар, брошь аксессуар, то есть украшение аксессуар, например, жемчужная нитка аксессуар, и головной убор это, в принципе, тоже аксессуар, то есть его одевают именно чтобы сделать такой, как бы, акцент своего образа, своего стиля, но не каждый к этому готов, многие отрицают этот образ, многие отрицают этот стиль, и, как бы, я заметила, кто-то может сказать, что куда тебе в этом пойти, с чем ты это оденешь, зачем тебе это нужно, то есть какие-то идут комплексы и блокировки внутреннего настроения, что женщина не позволяет себе, например, экспериментировать с образом. Это не значит, что нужно ходить каждый день. Да, я застекал. А я застекал, когда я остался с этим занимаюсь сомITII, И я думаю, что это не так, что это не так, что это не так. Вы знаете, что это делает такой вызов, я бы сказала, и контраст с обычным населением, но каждая женщина, она имеет право быть уникальной, быть особенной, выделяться, отличаться, если у нее хватает смелости, уверенности, желание быть уникальной, другой, и поэтому здесь это наш выбор, это наш выбор быть, так скажем, как все и не выделяться, или выделяться и иметь свой собственный образ и стиль, то есть это зависит, конечно, если ты зависишь от мнения окружающих сильно и опираешься на мнение окружающих, и тебе очень сильно важно, важно, что они думают, то твоя жизнь становится менее красочной, потому что ты все время думаешь о них, ты забываешь о себе, но с другой стороны кто-то скажет, ну это же эгоистично думать только о себе, но это не эгоистично, это просто нужно себе позволить быть особенной. Что, чем вы сегодня нас угощаете? А, это секрет, начнем с розе, а потом уже все будет видно. Вижу, что продукт оф Армения, так что сегодня у нас made in Хаястан. Айо, мне с вами... Асси-бо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я решила с самого начала угостить с интересной закуской, с грушей, с итальянским брошютом и сыром. Плюс там рукола. Когда вы создаете что-то свое и что-то новое, которое, например, еще не существует и разные вкусовые качества, то можно даже будет потом подумать и открытие ресторана. Да, или написать книжку. Написать книжку для женщин и мужчин тоже. Для тех, кто интересуется кухней и готов экспериментировать. Прекрасно. Моя дорогая, вот зачем вам стать мэром Еревана? Зачем вам это? Хороший вопрос, хороший вопрос. Но вообще, прежде чем появилась идея вообще про мэр Еревана, все-таки мэр Еревана, и не только мэр Еревана, например, возьмем любую должность руководителя. Министр, не знаю, председатель парламента, президент, руководитель какого-то отдела. В любом случае, это лидерские качества. И не каждый человек готов проявить такие качества или иметь такие амбиции. Поэтому в первую очередь ты должен иметь внутри смелость, ты должен быть уверенным, смелым человеком. Ты должен быть визуалом, то есть ты должен иметь какую-то картинку будущего, картинку лучшего, что с твоим приходом мир может улучшиться, измениться. То есть ты можешь быть полезен. То есть ты должен осознавать, какие качества внутренние ты имеешь, значит, что ты можешь, какую пользу принести. И что, например, город или страна, организация, хоть что, любой, как бы, так скажем, объект получит с твоим приходом. То есть это будет плюс или это будет минус. То есть ты несешь позитив и, как бы, развитие, или ты все-таки деструктивный такой образ, который идет на разрушение. Поэтому я считаю, что любой орган, неважно, это будет мэрия, это будет министерство, он только выиграет с присутствием меня, нежели чем без. Ну, в первую очередь, в моей жизни я долго проживала и за границей, и в России. То есть я проживала, я видела мир, я видела, мне есть с чем сравнить. Я знаю, как люди живут там, как они обустраивают города именно там. Я понимаю, что, в принципе, что бы я сделал? Наверное, первый шаг я бы провела ревизию по градостроению. Градостроению я бы пригласила специалистов, даже если они будут за границу или из других стран, я бы пригласила именно специалистов по градостроению, по строению городов, дорог. То есть чтобы они поработали, помогли мне поработать над развитием Еревана, над улучшением, над минимизацией пробок, трафика, парковочных мест. То есть все-таки, наверное, я за счет того, что я визуал, я люблю все красиво, я люблю показывать сразу красивую картинку. Я не боюсь руин. То есть если, например, меня приводят в какой-то, не знаю, на улицу, в какой-то двор, и там все разрушено, меня это не пугает. То есть я сразу вижу картинку, что я могу создать из этого. И поэтому в любом случае, как бы это максимально разрушено не было, оно не пугает меня. То есть я бы привела специалистов ландшафтных дизайнов. То есть я бы все-таки начала бы с красивой картинки. Я бы привлекла туристические агентства, проработала бы с ними маршруты. И именно в туризме, что мы можем внести в развитие для привлечения большего количества туристов, иностранцев, чтобы им было интересно, чтобы они вспоминали Армению как что-то невероятно историческое, красивое и запоминающее. Я бы пересмотрела, наверное, все-таки, именно вот что касается, опять же, возвращаясь к градостроению, высоту зданий в Ереване. Потому что мне кажется, что Ереван, вот тот Ереван, исторический Ереван, он такой состоит из четырех-пятиэтажных зданий. И мне бы хотелось, чтобы он, в принципе, сохранялся вот в этой высоте, чтобы не было такого... Но сейчас посмотрите, сколько этих небоскребов выросло, которые абсолютно, ну, как бы, они чужие, они чужие для Еревана. Но, опять же, сейчас, если нас будут смотреть девелоперы, они скажут, что она такое говорит, она собирается снести наши дома. Сносить не нужно, но нужно подумать, вообще пересмотреть разрешение высотных зданий. Потому что все-таки, когда мы приезжаем, например, в столицу, в Москву, предположим, или, например, в Рим, или, например, в Париж, мы не увидим, где-то посредине что-то выросло. То есть есть, например, Москва-Сити, небоскребы выведены отдельно. То есть, в принципе, можно позволить отдельно. Но все, естественно, бизнесмены, констракшн-компании, девелоперы, они, естественно, стремятся за квадратными метрами. Конечно. Земли мало, поэтому мы растем в высоту. Квадратный метр, как говорится, пох-кап. Да, и поэтому вот с этим нужно как-то работать. Я понимаю, что независимо от того, приду я на эту должность, придет другой на эту должность, но проблемы будут, они на каждом шагу. Просто вопрос, ты сможешь их решать? Ты сможешь с ними как бы фейсить, да? То есть, как бы столкнуться. Фейсить-фейс. И попробовать, так скажем, адаптироваться, потому что я не то, что, как бы, я против разрушений, я все-таки создателем себя считаю. И, но здесь, наверное, без каких-то изменений не обойдется. Необходимо ландшафтный дизайн пересмотреть. Бои, что-то не нужно, но вот смотрите, Ереван построен из национального традиционного камня, там, Пуф, да, то есть он такой, как красный такой, да, он красный, как... Так пишут, когда-то так было, сейчас вот... Вот, и мне кажется, что надо, если... Ничего нельзя уже найти. Если даже новые постройки какие будут, помимо того, что нужно контролировать, так скажем, высоту, именно близ лежащего центра, потому что можно чуть-чуть в высотные здания перенести, как бы, аутсайд, да, вот. И, но и также образ зданий, фасадной части должен быть тоже продуман. Мне кажется, об этом мало кто думает. И вот, например, когда строят высотные здания и небоскребы, и потом их оббивают, например, плиткой, то это вообще такая, как бы, очень опасная ситуация. Эта плитка начинает отваливать. Кахник, че, что юраканчур аз гонит их специфика, и мы не хотим, что мы хотим, что мы хотим, что мы хотим. Я ищу, что мы хотим, что мы хотим на нем, осторожные сути, мы не хотим. Например, в России, предположим, наверное, нелогично иметь мэра Москвы, предположим, Монгола, другой нации. Да. И я понимаю всю, так скажем, осторожность вокруг моей персоны, что я человек не армянка, хотя я получила армянское гражданство, я с суворумом ХРН. И, между прочим, поздравляю. Да, спасибо. Вот. Я понимаю всю, как бы, волнительность этого вопроса и сомнения, а нужен ли нам такой мэр. Первая – женщина, второй – иностранка. Мне очень обидно, скажу честно, когда меня считают иностранкой, потому что я уже, как бы, погрузилась настолько в Айастан, и настолько, мне кажется, я это все полюбила, что когда мне говорят, что я все-таки иностранка, мне немножко обидно, потому что, ну, как бы, я себя не считаю иностранкой. Дескосуем ЭКХРН, Хос, Али, на их пахице. Минагодавствам папацуцуевек, Сирелинна Таля. Минагодавствам. Буду стараться учить армянский, сдам экзамен ХРН, получу пиктер. Ма- ты, ма- ты, ма- ты, ма- ты, му- ты. Ма- Я вырос, совсем. painting, в чем-то заинồiку Savage ты скинулся и он очень сильно умерет. Могу сcence, ignite к нему. В этом году я наступил в последнее время об этом дешево. Надеюсь, что я наступил в разные стратегии. Могу сцени, Ваугой и сцени, Вережнево. Для меня есть специф infection. Откосуем ЭКХРН, которые мы стоим в Э Bri squeeze. Вы не готовы, потому что собираешься. Время, я считаю себя человеком миром, потому что я видела и мир, и много путешествовала, и пожила и в той, и в другой стране. И Тигран Григорьевич также много путешествовал и имел опыт международных отношений. С одной стороны, это плюс, как я сказала, за счет того, что мы видели мир, и нам есть что предложить, и мы же не только хотим что-то создать, мы работаем над тем, чтобы привести инвестиции в Армению, чтобы привести, так скажем, бизнес в Армении, чтобы они устраивали, организовывали дополнительные рабочие места, чтобы Армения развивалась. То есть мы уже сегодня работаем над этим, над переговорами, значит, с международными бизнесменами, с международными компаниями, которые интересуются, а куда и во что можно инвестировать в Армении. Поэтому я думаю, что в любом случае мы будем полезны. Но нам, я слышала, что такие, как бы, версию говорят о том, что а вдруг завтра вы захотите жить в другой стране. Да. И вот вас не стало. Я тоже волнуюсь, тоже волнуюсь, если честно. Ну, конечно, люди могут думать, потому что они понимают, что у нас здесь, что мы настолько легкие, что мы передвигаемся легко. То есть по всему миру мы передвигаемся легко и мы адаптированы. Это вообще нельзя делать, потому что, в первую очередь, ты когда берешься за дело, и это большая ответственность. То есть ты, то, что ты планируешь, то, что ты обещаешь, ты должен это выполнить. Это раз. То есть у тебя есть ответственность, у тебя есть, как говорится, commitment, responsibility. У тебя есть ответственность, и ты должен выполнить свою программу. И пока ты ее не выполнишь, пока ты нужен людям, пока ты делаешь добро людям, добро стране, развитие города, ты должен оставаться на своем месте и не дергаться. А сейчас вы не уйдете, вы останетесь в Ереване. Мы останемся в Ереване, мы, ну, мы в любом случае, и сейчас... Мы не обучаем, мы не обучаем. Мы едем дальше строить города и дороги. Вам понравилось? Мне очень понравилось сочетание сыра, сыра и груши. Груша – это, значит, кстати, интересное с грушей сочетание, потому что также итальянское блюдо есть дыня с прошутто. Итальянские вкусы. Ну вы прям такая европейского характера. Ха-ха, тут есть ты же, наверное, спасаемость, Михаил Скерин. Спасибо за и презентацию, и угощение, и даже вот вино такого же цвета, как прошутто. Все продумано, продумано все до мелочей. Искапез розын хрящали керков, хамадырвец, прошутто и танцы и фрокфорпан лихет. Как англичане говорят, pay attention to details. Да, вот это вот про вас. Спасибо. Это очень важно, потому что у нас бывают люди очень поверхностные, и они не обращают внимания на детали. А вот как раз заключается эксклюзив, и уникальность заключается в деталях. И у вас это есть, и это очень прекрасно. Мне нравятся такие мортик, которые именно обращают внимание на детали. Это уже как бы высокий уровень культуры. Спасибо. 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 Мы рекламируем вино или мы не рекламируем вино? Рекламируем. Рекламируем. Все, что армянская, рекламируем. Да, тогда нужно этикетку показать. Ага. Какой мужчина серьезный. Это их прадед. Семейная, да? Да. Ты международная, да. Конечно, это, Short-кулин. Несли на данный карт. Видит ли мы, да? Встатьяная, да. Мы берем winds. У нас от тормозит. Сейчас мы будем делать. И должны. Мы будем делать это. Давай мы будем делать. Здесь мы будем работать. И раздов Bears. А теперь мы будем делать это. Люди, мне нужно ли речь? Нашamos. Совет? Да, советуйте, пожалуйста. Советуйте. Ну, во-первых, наверное, все-таки мужчины, которые имеют уже бэкграунд, имеют платформу, на которую можно опереться, имеют опыт и наследство, активы, они, конечно, прошли большой путь. И они примерно представляют, какую супругу они хотят видеть рядом с собой. Эта супруга, в моем понимании, должна быть с образованием, то есть она должна быть воспитана, она должна знать минимальный, так скажем, протокол и этикет, потому что все-таки, когда мужчина уже солидный мужчина, мы будем говорить о таком типе мужчин, все-таки для них женщина также является статусом и визитной карточкой. То есть, когда он появляется с ней в общество, общество обращает на супругу. Для мужчины солидного статуса все-таки очень важно, кто с ним рядом. Очень важно, чтобы ему было не стыдно в обществе за такую женщину, чтобы он ей гордился, чтобы он ей иногда даже хвастался, возможно. То есть она должна быть образованной, воспитанной. Возможно, это такие профессии, как, я бы даже сказала, такие классические профессии. Может быть, это педагоги, возможно, это врачи, возможно, это, ну, может быть, даже художники, творческие профессии. Мне кажется... Актрисы тоже можно? Актрисы прекрасно, посмотрите. Актрисы, они же все время меняют образы. И мне кажется, актрисы... Хотя я знаю много историй с актрисами, у которых судьба не сложилась. И которые, как бы, заигрались в разные роли и, к сожалению, упустили момент личных отношений. Конкретно что можно поделать, чтобы выйти замуж за миллионера или за миллиардера? Ну, вообще-то нужно каким-то образом попасть в это общество. Вот. Потому что эти люди, они ходят по определенным улицам, по определенным местам. И, конечно, они... Чем выше статус, тем человек менее публичный. Да. Поэтому каким-то образом, если у тебя есть, как бы, цель войти в это общество, но ты пока не знаешь, как туда войти, и оно настолько высоко, и что ты даже не представляешь, как туда попасть, то нужно искать тех людей, спускаемся на ступеньки вниз, тех людей, которые знают и имеют доступ, выход в это общество. Потому что все-таки в любом случае сначала ты должен попасть в их пространство, дальше ты должен быть видимым, то есть должен быть интересным, чтобы что-то было в тебе уникальное, то есть не быть, наверное, навязчивым, назойливым, навязчивым. Никакого давления не должно быть, никакого напрашивания не должно быть. То есть ты должна вести себя достойно, немножко сохранять дистанцию, дистанция – это тоже этикет, естественно, владеть какими-то навыками общения, то есть ты должен в любом случае уметь поддерживать разговор с этим обществом, чтобы ты не казался, как гадкий утенок в этом обществе или изгой, чтобы тебя общество приняло, чтобы ты слилась. Надо сначала слиться с этим обществом, а потом уже искать жертву. Вы так поступили, Наталья Сергеевна! Мне кажется, каждая женщина, умная женщина, в любом случае, она должна быть где-то гибкой, актерское мастерство пригодится, потому что в любом случае отношения, они же не строятся только на эйфории чувств. Это все-таки и быт, рутина, и ты должен быть даже в домашних тапочках и пижаме, должен быть интересным собеседником. Потому что мне кажется, когда люди уже взрослеют, когда молодежь, молодые отношения, новые отношения, первый брак, так скажем, то можно похулиганить. Но вообще, когда ты уже становишься взрослым человеком, осознанным, имеешь бэкграунд, опыт за спиной, то все-таки, мне кажется, нужно бить в точку партнерских отношений, чтобы было 50-50, как в Конституции написано, а не как в практике, да, чтобы в практике было 50-50, чтобы вы стояли, в принципе, плюс-минус на одной площадке, на одной ступеньке, и чтобы мужчина давал возможность женщине двигаться, творить, создавать, чтобы и женщина не давила своими вопросами, а где ты, а во сколько, а что ты. То есть как бы выстраивались отношения все-таки на доверие. О, хороший мастер-класс, о, хороший мастер-класс. Бесплатно, между прочим, бесплатно. Спасибо, спасибо за ответы. У меня еще много вопросов. Я чувствую себя как в Мишлен-ресторане, потому что в Мишлен-ресторане всегда подается разное вино к каждому блюду. Поэтому прямо у вас сегодня Мишлен-стар. Я чувствую себя как в Мишлен-ресторане. Я чувствую себя как в Мишлен-ресторане, Это похоже на что-то морское. То есть это подводный мир с множеством сюрпризов. В общем, это не так. Но это не так. Это не так. Это не так. Но я думаю, что это не так. И это такая штука. И в России она такая штука. Я поняла, вам нужно открывать мишленовский ресторан. Не просто ресторан, потому что это вот что-то особенное и уникальное. И именно подача и сервировка очень важна для клиентского взгляда. Визуализация это очень важна. Не просто положить листья салатов, а сделать что-то загадочное и удивительное. Поэтому прям как будто мы на море. Мы как будто на море. И пьем холодное вино. Пьем холодное вино и погружаемся в морское дно. В морское дно. Но не в жизненное дно, потому что... Не, не надо в жизненное дно. Ну, на самом деле, по психологии, конечно, чтобы, так скажем, стартануть на новые вершины, ты в любом случае должен дойти до дна не для того, чтобы обнулиться, а для того, чтобы оттолкнуться и вновь взлететь. Поэтому мы там. Да. Пристегните ремни, мы взлетаем. Мы взлетаем. Прекрасно. Я так понимаю, что у нас в конце белое десертное вино, оно так же принадлежит этому семейству виноделов. И вот из их коллекции продолжаем пробовать. Так что мы сегодня интересны в весь продукт коллекции спробовали. Я так все равно. Как ты знаешь? Я так делаю, что вы нечисленные, кто-то продажи, говорит о том, что вы делаете, Когда мы собираемся вечерами после нашего полноценного активного дня, у него свой день, свой график, у меня свой график, свои дела. И, конечно, в первую очередь, что мы делаем, это мы садимся. Если мы не успели поужинать, мы ужинаем вместе дома, возможно, кто-то или мы поужинали извне. Но, в первую очередь, наверное, для нас самое главное – это проговорить, как прошел день. То есть мы интересуемся, что произошло в его дне, что произошло у меня, с какими трудностями мы столкнулись, с какими сюрпризами судьбы мы столкнулись, с какими вызовами судьбы нам предстоит, так скажем, справиться. Поэтому, в принципе, у нас очень такое веселое общение, веселое общение. И мне нравится то, что мы мыслим как-то очень близко, очень близко мыслим, хотя мы, в принципе, идем, так скажем, с одной стороны, это как бы общая цель, но с другой стороны, у каждого есть свои цели тоже. И мы не мешаем, не переходим друг другу дорогу и не мешаем, как бы, в осуществлении их. Поэтому мы, как взрослая пара, я считаю, что, в принципе, я всем рекомендую именно добиться, достичь партнерских отношений, чтобы друг другу люди не мешали, чтобы позволяли друг другу добиваться своих личных целей. И, возможно, это единая какая-то общая цель. И мы, конечно, планируем. Планируем наше апога, как говорится, будущее наше, которое мы смотрим, потому что то, что мы делаем сегодня, то, что как мы ведем себя сегодня, то, что мы создаем сегодня, это, конечно, на будущие годы. Есть ли будущее? Конечно, есть. Я вообще человек, знаете, человек дальновидящий. У меня политический подтекст просто был в этот момент. Что-то вам послышалось. Но вообще будущее должно у всех быть, будущее есть, потому что мы, люди, не можем жить одним днем. Потому что если мы живем только здесь, сегодня и сейчас, как многие психологи рекомендуют, нужно быть здесь, сегодня и сейчас, то тогда, и мы не знаем, что будет завтра, вообще я так не живу. Я живу немножко по-другому, я живу пятилетиями. Я планирую на пять лет, потом на пять лет. То есть и вот так вот в течение пяти лет я ставлю себе какую-то цель, и я потом выстраиваю маленькие-маленькие-маленькие шаги к преодолению на пути к этой цели. Вы это предпочитаете кушать за счет того, что не положили. Руками, руками, просто вот так. Так, very nice. Я смотрю, мне не за что укрепиться, ни вилки, ни ножа у меня нет. Так что только руками. Я люблю выпечку. Я человек булочек. Я булочный человек. Это санит черепом. Да. Я человек булочек. Я человек круассанов, хлеба, пирожков, пирогов. Но ни сладких тортов, ни пирожных нет. Вот именно выпечка. Я готова кушать это каждый день. Спасибо! 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 Канели, что десерты и начнут, и все, что ты иди, гиники иди, кайрули, нет. Я думаю, что человек без чувства юмора Это вообще не человек Потому что в нашей жизни Мэр Кьянке В нашей жизни Мэра Шхарум В нашем мире Столько много проблем И столько много препятствий И там враг здесь Войны там Предатель здесь Недруг там Даваджан там Понимаете? То есть настолько все это давит Этот негатив Что если мы будем все время Поддаваться, пропитываться этим негативом Мы не сможем двигаться Мы не сможем ничего делать Мы не сможем создавать, креативить Придумывать, что-то делать Итак, ответ Ответ Как вы относитесь к мемам, к юмору Который летит по всему интернету После ваших интервью Иногда мне нравится Если честно Я даже видела Делали пародию На меня И потом кто-то Копировал эту пародию То есть она была копия той пародии Пародии к той пародии Копия в копии И я думаю Вот это классная пародия Это прям-прям классно Я думаю Если я встречу этого человека Я ему скажу Что это было круто Думаю А это как бы скучно, дешево И вообще не похоже Думаю Это не я Это вообще как бы Вообще не про меня Вот И иногда есть такие Прям Кстати, знаете, наверное The best The best Комедийный The best of the best The best of the best Это, наверное А, Хованесс Хованесс Дафтян Да, да, да Извините Он именно изобразил Как Ардзакансян Просто Ходит по Еревану И расклеивает И расклеивает Эти плакаты Это было так круто Потом Значит, он изобразил Кстати Ардзакансяна и меня Это была тоже Крутая тема А вот То, кто уже Перепародирует Уже неинтересно То есть он вообще Number one То есть Привет ему Нашего стола Спасибо за ваш юмор Моя дорогая Спасибо за Поэтому иногда нужно Знаете, иногда нужно Относиться Немножко тоже С чувством юмора И с творчеством Потому что Это его профессия Это его творчество И если там нет Ничего Как бы в принципе Оскорбительного А просто Это как бы Классная такая пародия То почему бы и нет То есть это его Как бы такой Творчество Но если это уже Например Пародирует С агрессией С оскорблениями С какой-то грязью Это уже другая эмоция Конечно Но когда это все В позитиве Это классно И он там Как-то переодевается Он изображает То почему бы и нет Пускай дальше Пародирует Занимается своим творчеством И радует нас Спасибо, моя дорогая За юмор За позитив За элегантность И за то Что мы сегодня Провели целый день Вместе Шатшнара Калитсюн За этот День Вечер За вкусности За такую красивую Презентацию Я говорю У меня ощущение Как будто я побывала В Мишлен ресторане Каждое блюдо Уникально Оно имеет Свой Так скажем Вкусный Вкусное вино Свой вкус И я бы хотела Чтобы многие женщины Прежде чем положить Еду на стол Они думали О ее презентации И о красоте Чтобы это запомнилось Мне этот день Запомнится надолго И потому что Самое главное Что бы ты ни делал Самое главное Это вызвать чувства Спасибо большое Спасибо Желательно Калис Вкусно Редактор субтитров А.Семкин